Пик обращений в Центр занятости пришелся на начало февраля. Именно в это время очереди, желающие встать на учет, выстраивались задолго до открытия. Серьезная нагрузка легла и на сотрудников. Чтобы снять напряжение, Центр занятости пошел на радикальные меры и изменил график работы. Первых посетителей здесь встречали уже в 7 утра. Более того, прием граждан не прерывался, даже на обеденный перерыв. Такая корректировка в режиме работы принесла ожидаемые результаты. Если в начале февраля у нас наблюдалась регистрация в отдельные дни, даже до 60 человек в день мы регистрировали в качестве безработных, то уже на протяжении двух недель ежедневная регистрация не превышает 30 человек в день. На сегодняшний день ситуация, можно сказать, стабильная. Никакого напряжения среди граждан мы не наблюдаем. Согласно официальной статистике, большинство безработных сегодня – это мужчины. При этом из более чем 2000 зарегистрированных сегодня соискателей, каждый четвертый не имеет квалификации, опыта работы и может претендовать лишь на ограниченный перечень профессий. Таким образом, сегодня в Гродно создана уникальная ситуация. Ранее непрестижные вакансии дворника, вахтера, грузчика и подсобного рабочего – самые желанные среди безработных. И конкурс на них порой зашкаливает. Причина в том, что этих предложений на рынке труда почти нет. Сегодня в Гродно нет ни одной вакансии дворника, сторожа и грузчика. Из вышеперечисленного требуется лишь один подсобный рабочий. А вот желающих занять эту должность – десятки. Впрочем, проблему можно решить, получив новую специальность, либо повысив разряд. Наниматель требует квалифицированную рабочую силу, в то время как на рынке труда у нас большой довольно удельный вес именно неквалифицированной рабочей силы. И это проблема. И как бы вот сразу скажу, что один из путей решения – это направление на профессиональное обучение. Вот в настоящее время уже формируются группы. Вот буквально со следующей недели начнется профессиональное обучение. Сразу нескольких групп по рабочим профессиям в большей степени будут именно обучаться безработные мужчины, то есть получат профессию и потом уже, соответственно, повысится их конкурентоспособность на рынке труда и более проще им будет заниматься поиском работы. И правда, найти работу, имея опыт, квалификацию и образование – сегодня не проблема. На рынке труда есть сотни вакансий для медиков, поваров и инженеров. При этом заработная плата, которую предлагает работодатель, более чем достойная. Экономист может вполне претендовать на 850 рублей в месяц. Шеф-повару гарантирует 900 рублей. А вот провизор-фармацевт будет ежемесячно получать 1000 белорусских рублей.